В начале 2020 года в 326 ФЗ были внесены изменения, согласно которым федеральные учреждения здравоохранения выходят из-под контроля страховых компаний, и с 2021 года у них сформируются договорные отношения с Федеральным фондом ОМС. Приказами Здравой России 1396-Н утверждена форма типового договора наказания оплаты медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. Есть ли в этой форме какие-то принципиальные изменения по сравнению с ранее действующим договором наказания оплаты помощи по ОМС? Принципиальных изменений нет. Федеральные учреждения здравоохранения остаются под все теми же санкциями по результатам контроля объема сроков качества условий предоставления помощи застрахованным лицам в виде отказа в оплате медпомощи, либо уменьшения оплаты, а также под наложением штрафов. Из типового договора изъят механизм досудебного разрешения споров при несогласии с результатами контроля. Региональные медицинские организации при несогласии с результатами контроля со стороны страховых компаний могли апеллировать к территориальному фонду ОМС, который при рассмотрении претензии проводил реэкспертизу, подтверждающую, либо опровергающую доводы страховой компании. Теперь при возникновении спора с Федеральным фондом ОМС, Федеральные учреждения здравоохранения могут разрешить спор только через обращение в арбитражный суд. Внесен новый раздел типового договора. Правила оказания медпомощи организации. В нем есть одно условие. Федеральное учреждение гарантирует соответствие материально-технического и кадрового обеспечения на момент оказания медпомощи застрахованным лицам требованием порядков оказания медицинской помощи. Это значит, что при нахождении пациента в федеральном учреждении в нем имеется полный комплект врачей-специалистов среднего медицинского персонала и необходимого медицинского оборудования. Приказ Мизерова России 1396Н вступил в силу с 11 января 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова